это кто тут такой красивый такой шапки пипочки такой жилетки без рукавки до сих пор жилеточки наверное не знаю разница голубоглазка здравствуйте меня зовут татьяна и я рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина всем кому понравилась наша девушка мы расскажем из чего и как мы ее вязали у меня был моточек пряжи хип-хоп от шахенмайер мне прислала этот моточек алена шкабель аленка привет если смотришь в 25 граммовом моточки 25 метров довольно таки толстенькая ниточка это стопроцентный полиамид этот свет эта информация о том что к чему и почему значит видите спицы крючок номер 78 я взяла именно восьмерку взяла по максимуму потому что у меня всего лишь один моточек вот говорят что на рубашонку на джемперочек 375 грамм хватит не знаю я пыталась из него связать шапочку у меня не получилось было мало поэтому моточек такой у меня уже был не моточек а я не знаю был мне для попытки кое-что связать повязки на голову я не ношу на шапку мне не хватило но я отыщу фотографию где этот моточек смотрится как моточек чтобы имели представление как из себя на что себя представляет это пряжа пряжа секционного окрашивания до очевидно и цвета когда я увидела вот разбираю в шкафу и увидела этот моточек даже думать не думала что когда-то он пойдет на куклу тогда я еще не увлекалась вязанием для кукол а сейчас посмотрела и там шикарное сочетание цвета темно-синий здесь он даже как-то черненьким кажется голубой коричневый коричневый бежевый я бы сказала шикарно подходит под наряд куклы я пока свои куколки вижу только исключительно то что так или иначе подходит вот к ее голубому наряду к ее голубым глазам конечно я если не остыну перейду другим цветам другим нарядом но пока взяв этот бывший моточек руки я вдруг поняла как он нам подходит честно говоря я хотела связать пальтецо или в пол кукольном варианте так можно говорить жилеточку без рукавочку в пол длинную такую одежку но на длинную одежку не хватило здесь буквально еще несколько сантиметров а мне было вот именно суть в длинной кофточки но раз не хватило я решила связать еще одну шапочку я думаю здесь конечно какой был выбор не велик или рукавочки подвязать тоже было бы очень красиво но курточку с рукавами у нас уже есть да я оставлю ссылку на плейлист кукольные этюды я его нарисовал аль кукольные зарисовки сама уже не помню как я его называла как я его зарисовала вот будет в инфобоксе и я я не знаю то ли чувствую то ли помню себя девчонкой мне наверное все таки количество одежек тоже имело значение и поэтому между связать рукава или связать шапочку я выбрала что я свяжу еще шапочку а жилетка в пол у нас впереди на нас обязательно будет я надеюсь я это огорю и так родился еще один комплектик он мне безумно нравится конечно для него надо здесь какая-то одежка с рукавами я не спорю но все-таки это кукла да у нас будет еще все даже вот летним вечерочком можно при одеться и так без рукавовочков такая полузакаленная у меня если посмотреть на пряжу поближе то вот все что осталось это такая вот пряжа которые сейчас модно из которой вязать игрушки халатики ну такая вот прям плюшевая суфлейная не знаю как суфлешная пряжица вот все что она у меня осталось абсолютно весь комплект связан как это называется когда по лицу лицевые петли по изнанке изнаночными наверное чулочная до вязка на лицевой стороне только лицевые петли на изнаночной стороне только изнаночные полотно не загибалась ни здесь не заворачивалась не здесь вот такая особенность пряжи что лицевая гладь обычно капризная барня здесь не заворачивалась абсолютно нигде резинку я не вязала не в начале шапочки не в начале жилетки не нет никакой не резинки не платочной вязки только лицевые по лицу и изнаночные по изнанке набрав 18 петель на воротничок я провязала один ряд именно эти 18 петель дальше я прибавила 10 и собиралась провязать немножко еще прибавить 10 но прибавив к 18 петлям 10 петель у меня получилось такой уже объем что ли полотна который достаточно чтобы обхватила плечи и уже распределить их на планки спинку и рукава поэтому после прибавки на втором рядочке 10 я провязала 4 ряда и распределила по 5 петель включая кромочные все говорю на полочке 5 и 5 по 4 петли на рукавчики и 10 петель на спинку таким образом распределила свои 28 петель отделила рукава просто их закрыла подрез у меня составил 2 петель очки всего можно наверно было без него но чтобы рука проходила получше я на подрез заложила две петли и провязала четыре сантиметра вниз потом поняв что у меня остается но не получается меня в общем-то длинная в пол красивая безрукавка я закрыла петли и у меня вот такая укороченная красивая очень подходящий под комбинезон куколки получилось жилетка а на шапку я набрала 20 петель и понимаю что вижу вижу я хотела такой все таки длинненькую красивенькую но не хватает мне и резко через четыре сантиметра я сократила петли вдвое просто 2 вместе 2 вместе 2 вместе провязала это я сделала сокращение петель на лицевой стороне на изнаночной стороне я провязала эти петли изнаночными потом я их сократила вообще до 6 петель и всю пряжу какая была и связала собрав здесь метод пипочка получилось очень даже вынуждена я даже не знаю хватило если у меня пряжа получилось бы она или нет но просто 20 петель я вязала понимаю пряжа не хватает резко в два раза убавила вот это наверное ряд убавления и ряд после убавления все-таки здесь один ряд такой пряжица на спицах номер восемь дает чуть ли не два с половиной сантиметра полотна и вот когда я убавила когда я провязала смотрю я прям уже получается шапочка думаю может быть я перестраховала если можно было еще несколько рядов связать но я не стала распускать чтобы еще полноценный ряд этот вязать и вот тут убавлять я просто резко убавила еще и связала у меня здесь три петельки для всего по кругу 6 петель во сколько это мог конус быть и когда вот оставшиеся 10 петель я в 6 превратила довольно таки такое сокращение было ну существенное значительное шапка имеет шов я сшила потому что разворачиваться такой маленькой одежки без шва я не стала укороченным спицами мне вязать неудобно и вот под наши голубые глазки получилось изумительно красивая я думаю да не только шапочка но и жилеточка в начале когда петель было одно количество рисунок ложился одним как бы цвета укладывались в один рисунок а потом видите здесь как бы островок бело-голубого здесь островок синего и бежевого одним словом рисунок поменял свой характер на спинке вообще какая-то рябушка совсем другая история но это пряжа прекрасно тем что как она не ложилась бы она действительно очень интересно смотрится действительно интересно расцветка вот просто выше всяческих похвал вот таким образом буквально за какой-то часик 25 грамма 25 метров пряжица хип-хоп превратились в шапочку пипочку и модневой укороченную жилетку мне очень нравится а вам возможно кто-то из вас спросит а почему татьян не пришиты пуговички ведь как сюда подошли бы пуговички я не спорю я не спорю тем более у меня очень много пуговичек и голубых и синеньких но вы знаете так как жилетка лежит бесподобно она вот ну очень послушная нигде не заворачивается полочка к полочке присоединены и на мой взгляд пуговицы они лишь простят я сейчас еще раз покажу как смотрятся лицевые петли а изнаночные покажешь нам изнаночные петли а наверно никакой разницы вот она еще и двусторонние жилеточка двухсторонняя одним словом я решила пусть будет без пуговиц мне кажется пуговицы упрощают а я не хочу так а там вяжем для кукол пойдет мне хочется пока еще подержаться и повязать что-то такое интересненькое что ли модненькая не так вот куколка валялась старая дека приодена а вот я сейчас может быть много на себя беру и не скромная но мне кажется в такой одежке даже на прилавке магазина можно смело так что пуговички мы пошептались решили нам не нужны и всем мы говорим до новых встреч они обязательно будут ой ну красотка а